привет друзья конечно сегодня мы будем говорить о теме которую беспокоит абсолютно весь мир сегодня просто нет никаких других новостей все ушло на десятый план все говорят о вторжении россии в украину и мы сегодня просто пробежимся по некоторым важным моментам важным новостям но завтра я хочу посвятить этой теме всю итоговую по не по концу недели передачу террариум она будет полностью полный детальный разбор всего что там происходит будет много видео будет много вставок с комментариев и поэтому обязательно конечно подпишитесь чтобы не пропустили там внизу есть значок колокольчик вот нажмите на него тогда вам придет уведомление когда у нас на канале появляется новое видео и так сегодня с 5 часов утра в 5 часов утра проснулся потому что было такое нехорошее предчувствие по некоторым событиям вечера и по тому заявлению которое сделал зеленский вечером президент украины обращаясь к русским намекая им что вы же говорите что хотят ли русские войны вот докажите что вы ее не хотите то есть для меня это был последний звоночек что война начинается и таки да в 5 часов утра она началась масштабнейшее вторжение буквально практически все большие города подверглись атаке со стороны россии бомбили аэропорты бомбили войск воинские части крылатыми ракетами самолетами с моря в одессу то есть это было что-то просто нереально и она как бы по затухающе продолжается вот буквально до этого часа местами начались сухопутные столкновения то есть есть несколько прорывов ну конечно на донбассе понятно там из этих республик сепаратистских есть прорыв в сторону харькова достаточно массированный пытаются прорываться в сторону киева идут вот сейчас прямо перед записью передачи осмотрел зеленский дал сообщение что идут бои за чернобыльскую аэс то есть туда пытаются это со стороны беларуси прорвались непонятно там это белорусские или российские силу в данном случае это не имеет значения то что сейчас они все управляются путинами белорусы и российские войска тут никакой разницы нет и в одессе тоже там десант вот пытались они прорваться и к острову змеиные и к самой одессе но пока вроде бы удается их сдерживать сам деле очень мало кто верил что это будет потому что ну как блин 21 век европа цивилизация то есть еще вчера люди строили какие-то планы там летом поехать на море с детьми там купить что-то там начать ремонт дома но все один человек решил что нет эти все планы в мусорку у нас по плану война и в это никто не верил потому что это просто нереально даже вот президент чехии милош зиман который тоже счета шавка путина который всегда подтягивала ему всегда показывал свою пророссийской такой он был как бы любимец вот все этой вот соловьевской гвардии которые восхваляли его что он правильный президент в отличие от этих всяких неправильных этот смотрит в сторону россии но вот он сегодня сделал очень мега жесткое заявление против россии и он только кусочек процитирую потому что оно было больше я посмотрел внимательно обращение президента путина и отвечу на него одним предложением настоящие ошибки как бомбардировки югославии или вступление в ирак не могут быть оправданием собственных ошибок россия этим совершает преступлением про преступления против всего мира несколько дней назад я говорю что россия не сумасшедшие что на украину они не нападут признаю что я ошибся и иррациональное решение правительства россии российской федерации наносит ущерб самому российскому государству я считаю что пришло время приступить к более жестким санкциям нежели были запланированы ранее и под этим я подразумеваю в первую очередь санкции в области свифт международной банковской сети чтобы однозначно отключение российской федерации что бы означало отключение российской федерации платежной системы сумасшедших говорит зиман вчерашний друг путина сумасшедших надо изолировать противостоять им не только словами но и конкретными мерами вот так то есть даже даже такие друзья путина я уже не говорю про эрдогана который вообще конкретно сказал что это нарушение мировых законов это он не одобряет это пока такую вот позицию как бы не не вашим не нашим занимает только китай в общем то весь остальной мир четко и ясно выступил против агрессии россии которая вторглась в украину меня немножко пугает что мы все последние прогнозы сбываются вот чтобы не быть голословным просто посмотрите мои последние передачи за прошлую неделю прямо вот буквально одно за другое все что я прогнозировал сбывается и вот в том числе это вторжение тоже почему меня это пугает потому что на самом деле у меня есть и продолжение прогнозов который я уже высказывал тоже в прошлых передачах проблема в том что путин может и скорее всего не остановится на украине потому что я говорил о том что логика империи требует постоянного захвата постоянной оккупации при том что сейчас у него помимо того что у него экономика стагнирует уже много лет сейчас она будет сыпаться рушится вот сегодня уже приходит информация том что биржевые индексы обвалились на 40 процентов рубль и доллар рубль по отношению к доллару евро посыпался и это еще до того как введены какие-то санкции то есть ему конечно надо будет как-то объяснять своему народу почему мы плавно летим в жопу поэтому для этого надо объяснить что потому что весь мир против нас потому что мы защищаем себя по всей планете мы воюем со всей цивилизации поэтому как бы вот поэтому все плохо не потому что мы не умеем управлять страной и только умеем воровать а потому что мы заняты с глобальной войной и это говорит о том что он не может остановиться а куда дальше идти вот что может быть дальше и если гипотетически если предположить вот тут кстати большой вопрос по поводу этого что он захватил украину полностью кто будет следующий следующий будет молдова потому что дальше куда ему суваться может быть грузия еще но в грузии они уже как бы воевали второй раз как бы ну смысл уже мы уже он там показывал свою силу значит молдова следующее тем более что они сейчас увидите как активно пытаются пробиться через одессу это значит они пытаются прорваться к приднестровью а это уже прямой плацдарм идти на кишинев после этого что дальше дальше прибалтика дальше все и знаете вот когда вот эти вещи озвучить допустим неделю назад когда кто-то говорил что путин вторгнется в украину ведь эти же уроды всякие вот включая наши сми типа комсомолки все они же говорили примите таблеточки вы что спятили так кто спятил сбылось все и также сбудется и то что мы говорим дальше потому что это остановить просто какими-то уговорами невозможно и кстати говорящие головы путинского режима всякие там соловьёвы киселёвы симоняны и захарова и все вот эти вот все все кто там кого пускают в телевизор да они все как бы угрожали что мы 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 вообще это опасные но при этом все подчеркивали что россия никогда не начинает оккупационных войск россия никогда не бывает агрессором россия вообще против войны это было еще два-три дня назад они хором это пели и тут же путин говорю что мы не хотим войны и вот пожалуйста как все как в той песне в 4 часа нам сообщили киев бомбили нам сообщили что началась война вот вот так все и началось и таки действительно бомбили киеве и все остальные другие крупные города что будет дальше ну помимо того что я говорю что наверняка будет попытки расширить еще свою экспансию дальше многие надеются на санкции что вот мы сейчас записываем передачу возможно уже в эти минуты и уже наверняка когда вы будете смотреть эту передачу там через час-полтора уже будет объявлен пакет санкций это должны быть какие-то очень крутые санкции которые должны серьезно обрушить экономику россии и даже вот до них я уже говорил что биржа там просела капитально почти на 40 процентов это это очень много и посыпались евро и курс рубля по отношению к евро и к доллару но как я говорил до этого не надо на это сильно надеяться потому что проблема в том что россия не живет так как живут в европе да если на европейца навалить такие санкции запретить ему возможность куда-то выезжать запретить покупать какие-то технологические вещи там современные телевизоры телефоны компьютеры там еще что-то для него это больно 90 процентов россии живут в таких условиях что они и не заметят наверное эти санкции но по крайней мере не в первый месяц точно то есть что у него изменится в его жизни будет тот же самый деревянный туалет во дворе это тоже самое тот же телевизор этот и ящик как бы никакого серьезного удара не будет поэтому те кто надеется что прямо вот сейчас ведут эти мощные санкции и в россии волна недовольствия нас метет путин ребята не будьте таким наивным и да я вижу сейчас там некоторых городах россии идут митинги микро митинги протеста очень многие известные люди ну в основном из области искусства певцы известные ведущие ютуберы блогеры они сегодня все выступили против этой агрессии и что оппозиция убита я имею ввиду хотя кто-то и физически убит как немцов но я имею ввиду что она раздавлена морально полностью деморализован в россии нет оппозиции а те кто попытается вякнуть его знаем какими методами заберут его в тюрьму засунут ему куда надо что надо как мы видели из недавних видео и он поменяет свое мнение и будет хвалить путина есть хорошие сигналы вот например сейчас пришло сообщение что уже три человека из говорящих российских голов говорят о том что можно начать переговоры об этом говорил и лавров министр иностранных дел об этом говорил и пресс-секретарь путина песков и об этом говорили говорил лукашенко который как бы от имени россии что вот он готов начать путин готов начать переговоры давайте у нас в беларуси проведем эти переговоры это значит то что их вот этот вот блиц крик что они на деле за пару часов захватить всю Украину, не получился, они понимают, что борьба будет очень затяжная, неизвестно вообще, чем это все закончится, поэтому они хотят как-то, ну, давайте попробуем сейчас, может быть, они уже испугались украинцы, может, сейчас приползут и согласятся на все, что мы хотим, но на самом деле никто не согласится и в первую очередь не согласится украинский народ, даже если предположить, что власть бы пошла на поклон, хотя это нереально, никакая власть в Украине в этих условиях не пошла бы на те условия, которые выставляет Путин. Да, если он поменяет условия, если не будет там такого, что вы должны сложить полностью все оружие, повернуться, наклониться и тогда, может быть, я вас прощу. Нет, это нереально. Если, ну, еще пару дней, может быть, его условия поменяются. Пока, пока это абсолютно нереально. Да и Запад тоже, думаю, не будет активно заинтересован в этих переговорах, зачем им это надо. Они не воюют, они вводят санкции, в общем-то, их все пока устраивают, поэтому война может быть длинной и затяжной. Я раньше много раз говорил о том, что смерть Путина ничего не изменит, дескать, вся Россия имперская, они там все с детства ходят в военной форме, все радуются войны, а таки действительно, да, вот сейчас мы видим там массовая поддержка, 90% в соцопросы, даже их типа либералов, хотя там такие либералы, как, знаете, чуть-чуть, на полшишечки. Так вот эти опросы говорят, что там 87-90% в восторге от того, что идет война. Ну да, сейчас, когда пойдут им эти, мы же знаем, неделю назад Россия закупила 45 тысяч целлофановых мешков для перевозки трупов. Это информация, которая была опубликована официальными источниками. И да, когда эти 45 тысяч придут туда, в Россию, может быть, для какого-то процента, там для их матерей, там еще для кого-то, может быть, что-то там в голове у них щелкнет, что зачем это было. Но я повторяю, что общество действительно сильно милитаризовано. Но вот сейчас я немножко меняю свое мнение, все-таки роль Путина, она особая. Это не просто ответ его на запрос этой милитаризации общества, это не просто его такое вот подыгрывание этой имперскости, типа вот мы хотим, весь мир наш, Аляска наша, Европа наша, у нас нет границ, наши границы это весь мир. И раньше я думал, что так, но нет, я сейчас вижу, что у него что-то в голове происходит, какие-то параллельные процессы, которые, я не знаю, их уже невозможно, их не может прокомментировать политолог, политтехнолог, это могут комментировать только медики, если уже его вчерашние друзья за границей, я имею в виду упомянутого мной сегодня чешского президента, говорят, что я считал, что русские не вторгнутся, потому что они не сумасшедшие, а сейчас он говорит, сумасшедших надо изолировать, я не говорю, что русские сумасшедшие, но вот этот конкретный человек, с ним что-то происходит странное, его поведение, его утренняя речь, то есть это что-то было, вот я сегодня пересмотрел практически всех, кто комментировал, заграничные источники, украинских, вообще всех, то есть никто не может понять, что с ним происходит, что у него в голове творится, зачем он решил устроить эту кровавую баню, отправить просто на смерть сотни тысяч людей с обеих сторон, то есть какие его мотивы, потому что вот эти какие-то, что там, что НАТО хочет нас захватить, ну да, я не исключаю, что он в это верит, но понятно, что это все очень, конечно, странно, и это значит, что просчитать его шаги будет невозможно, и да, его личная смерть может изменить ситуацию, может улучшить ситуацию, но опять-таки это маловероятно, потому что он может еще прожить 10, 15, 20 лет, и не факт, что найдется там какой-то герой, который решит внутри решить эту проблему каким-то радикальным способом, поэтому я говорю, что нас ждет сложный период, и это накрывает всю Европу, по крайней мере, накрывает весь наш регион, Восточную Европу, Молдову, то есть это будет обвал экономики, это будет период нестабильности, тревоги, и да, мы должны смириться с тем, что история совершила новый виток, и в Европе снова есть новый Гитлер, и это не тот Адольф, у которого были там гаубицы, еще что-то, у него есть атомное оружие, и этим он опасен опаснее в тысячу раз. Нас конкретно в Молдове пока спасает только то, что Украина борется, борется очень ожесточенно, сопротивляется, не дает себя нагнуть, и да, это единственное, что нас может защитить, то есть если они выстоят, тогда спасемся и мы, если они не выстоят, значит тогда, не знаю, через месяц или когда его войска будут на пруту, а потом, может быть, и дальше, потому что где остановятся его эти скачущие в голове печенеги, никто не знает. Все, что хотел сказать, друзья, сегодня вот такие вот хреновые новости, и завтра, да, повторяю, мы сделаем большой выпуск, полностью разберем все, что происходит, включая тактические по ситуации, где что бомбят, где какие прорывы, не прорывы, видео, свидетельства, очевидцев, сделаем такой, иначе, серьезный разбор ситуации, а это будет все завтра, всего доброго, пока.